И это не отмазка, типа я должен ездить домой. Ты не должен. Ты как раз таки, что ты должен, ты должен соответствовать своему статусу. Вот это ты должен. А домой ездить ты не должен. Если у тебя есть такая возможность, то ты можешь туда поехать, но ты не должен туда ехать. Должен ты как раз таки беречь свою репутацию. Вот что ты должен делать. Ух, я сын погибшего отца, пехотинец великого лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус. Определитесь, наконец, с тем, кто вы есть. Не только Кадыров не знает, что такое избранность. Вообще в России мало кто понимает, что такое избранность. Я имею в виду из власти. Они отвыкли уже 20 лет. 20 лет нет никаких выборов, нет избираемости. И тут на тебе, где-то в Хабаровске, оказывается, был избранный лидер, губернатор. Что можешь сказать насчет ЮФС-бойца Хамзата Чамаева? Он кадыровец. Если человек обнимается с кадыровцами, носит их формы, всячески респектует им, то да, он как минимум ахматовец. Человек, который им симпатизирует. Ятаган. Хамзат Чимаев, если выходишь под Муцараева, ты не имеешь права в будущем говорить Ахмат Сила, фоткаться в их футболках и так далее. Выбирай на берегу Слизерин или Гриффиндор. Томсо, раскрой тему. Букв не хватит. Асалам алейкум. Томсо, что можешь посоветовать спортсменам, которые должны ехать домой и которых на месте встречают кравцы, и там уже никак не отделаться, если хочешь дальше без проблем разъезжаться. Асалам асалам. А я это не приемлю. Вот такие вот вообще такой подход к этой теме, я его не приемлю. Что значит они должны ездить домой? Это что за долг такой? Вот что с ними будет, если они не поедут туда домой? Если этот спортсмен, спортсмен, он должен понимать, что этот человек публичный, очень популярный, и Кадыров не упустит возможности не пропиариться на нем, не использовать его в своих интересах, он эту возможность не упустит. Он по-любому будет его использовать. Поэтому на этом спортсмене лежит огромная ответственность. И он не должен ехать домой. Не должен, просто он должен отказаться от этого. Так же, как и многие люди сегодня отказываются. Вы думаете, что люди не хотят, что ли, посещать нашу родину? Очень сильно хотят. Но многие от этого отказываются, потому что у вас уже другой уровень. Вы не просто обычный чеченец, который незаметно может поехать домой, проведать своих родных и вернуться обратно. Нет, ты человек, ты лидер мнений, за тобой наблюдают сотни тысяч чеченцев. И ты будешь использован. Поэтому ты должен чувствовать эту ответственность на себе. Ты теперь несешь ответственность не только за себя самого, но и за тех людей, которые, чьи умы ты сможешь затуманить, которых ты сможешь сбить с правильного пути. Ты должен об этом задумываться. На спортсмене очень большая ответственность. От того, что он не поедет домой, с ним ничего не случится. Да, будет скучать, возможно, да, будет с этим проблема. Но ничего более с ним не случится. В крайнем случае, может поехать куда-нибудь в Москву, в Москве, встретиться со своими родственниками, друзьями и вернуться обратно. В общем, он должен сделать все возможное, чтобы его не использовали в качестве своей кадыровской пропаганды, эти власти. Он должен отдавать себе отчет, понимать свою ответственность и сделать все возможное, чтобы его не использовать. И это не отмазка, типа, я должен ездить домой. Ты не должен. Ты как раз таки, что ты должен, ты должен соответствовать своему статусу. Вот это ты должен. А домой ездить ты не должен. Домой ездить, поехать ты можешь, если у тебя есть такая возможность, сделать это, не навредив своей репутации, тем людям, которые за тобой наблюдают. Если у тебя есть такая возможность, то ты можешь туда поехать. Но ты не должен туда ехать. Должен ты как раз таки беречь свою репутацию. Вот что ты должен делать. Так, Владимир Кадыров потребовал извиниться Зеленского за ролик, снятый два года назад в квартале 95 Кстати говоря, это тоже тема, которую я хотел сегодня обсудить Начнем мы, наверное, как раз с зачитывания этого Кадыровского сообщения Итак, во-первых, что самое интересное, это интервью было полтора года назад Зеленский дал интервью Гордону Почему Кадыров проснулся сегодня, не совсем понятно, это какое-то позднее зажигание Вот что говорит Кадыров Посмотрел очередной ответ Владимира Зеленского на вопрос о его оскорбительном видеоролике Который несколько лет назад он разместил в украинском юмористическом шоу Посмотрел очередной ответ Владимира Он говорит так, как будто бы сейчас Владимир на него ответил Владимир Зеленский Этот ответ, который сейчас комментирует Кадыров, полтора года назад он на него ответил Представляете? Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь после принятых извинений пытаться изобразить из себя нечто, юлить, влиять, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Кстати говоря, что тоже немаловажно, этот ответ он давал еще не будучи президентом. Тот, который сейчас комментирует Кадыров. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской республики, героя России Ахмад Хаджи Кадырова, память которого вы оскорбили. Ух, я сын погибшего отца, пехотинец великого лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус. Определитесь, наконец, с тем, кто вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжайте дело первого своего предшественника Порошенко, бла-бла-бла. Короче, дальше не имеет смысла зачитывать. Я хочу, Кадыров, вместо Зеленского определить его статус. Поскольку ты сам определил свой статус, сказав, что ты сын погибшего отца, пехотинец великого лидера Владимира Путина, защитник своего народа, ты должен понять, что Зеленский это президент Украины, это избранный президент украинского народа. Это не твой уровень, дорогой. Ты, как ты сам себя называешь, ты являешься пехотинцем великого лидера Владимира Путина. Ты пехотинец Путина, и ты не можешь спрашивать Зеленского, что бы он ни сказал, кого бы он там ни оскорбил. Ты всего лишь пехотинец, ты всего лишь пехота. Когда Владимир Зеленский был обычным юмористом, руководителем какого-то шоу, он ответил, он извинился. Но сейчас он является уже президентом, и всякого рода пехотинцем Путина он отвечать не будет, потому что у него другой уровень. Зеленский, он будет теперь разговаривать с Путиным, с Трампом, с другими президентами стран в этом мире, а не с такими жалкими пехотинцами Путина, как ты. Поэтому найди себе по уровню другого пехотинца, какого-нибудь пехотинца, я не знаю, Зеленского, если у него есть пехота, найди пехотинца Трампа и с ним устраивай свои разборки, извинения и прочую ерунду. Зеленский это не твой уровень, дорогой, успокойся. Зеленский, избранный народом президент, просто Рамзан этого не поймет. Да, Рамзану вообще, я думаю, не понять, что такое избранность. Да и не только Рамзану, вообще в России мало кто это понимает. Вот сейчас, кстати, то, что происходит в Хабаровске с этим фургалом, вот это как раз тот случай, когда люди просто врасплох, я имею в виду власти России, они сейчас их застали врасплох. Они вообще не понимают, как это возможно, вроде бы ЛДПРовец какой-то там. Но они не ожидали такого, вы понимаете. Они думали, ЛДПРовский какой-то губернатор, сейчас мы его жестко переедем, кто там за него будет как бы впрягаться, он же ЛДПРовец. Они настолько как бы, даже в расчет этих людей не берут вот эту системную оппозицию, ЛДПР, КПРФ, это все для них там яблоко, да. Это для них такие как бы управляемые, марионеточные люди, такие, типа такая управляемая оппозиция. И они не ожидали такого эффекта. Представляете, они его арестовали, задерживают, и весь там народ этого Хабаровского края выходит в защиту этого ЛДПРовского губернатора просто потому, что они его избирали. И они, несмотря на то, что он ЛДПРовец, они голосовали, и они его избрали. И они вышли на его защиту. И сейчас просто не знают, что с этим делать. Они сейчас в шоке. Не только Кадыров не знает, что такое избранность. Вообще в России мало кто понимает, что такое избранность. Я имею в виду из власти. Они отвыкли уже, ну 20 лет. 20 лет нет никаких выборов, нет избираемости. И тут на тебе, где-то в Хабаровске, оказывается, был избранный лидер, губернатор. Этого не ожидали. Так что там, россияне? Я этого не ожидал. Никто этого не ожидал. Когда прошла информация, что там какого-то фургала задержали, и он там ЛДПРовский, член партии ЛДПР, бывший депутат. Я подумал, да, блин, там, свои своего за что-то там закрыли. То есть для меня это было, знаете, как вот, помните министра чего-то там, как его фамилия, забыл я. Арестовали министра типа за взятку что ли, за что-то. Такая ситуация была. Просто я сейчас не помню его фамилию. И вот тогда тоже все на это посмотрели, ну, решили как бы, что-то не поделили. Там во власти люди что-то не поделили, решили его таким образом наказать. И как бы никто по этому поводу не печалился особо. Когда там один хищник ест другого хищника, на это травоядные смотрят, знаете, так, ну, да подумаешь, там, главное, что не нас. А здесь вот такая же реакция была и с этим фургала сначала, не у хабаровчан. У нас, у людей, которые не в курсе того, что там у них внутри. Мы на это посмотрели, ну, там, типа, власть друг друга что-то закрывает. Подумаешь, там, а тут раз мы видим, что народ, оказывается, он был избранным этим народом, за него люди впрягаются. Улюкаев, да-да, Улюкаев, спасибо. Помните, когда Улюкаева арестовали, ну, никто за него не впрягся, потому что, подумаешь, там, министр, ну, что, мы не понимаем, что среди, как там у них становятся министрами, как они работают, эти министры. Мы же все это прекрасно знаем, поэтому мы, ну, особо не, вообще не переживали по Улюкаеву. И вот реакция такая же была по фургалам. Мы думали, ну, там, губернатор, что-то, значит, они там между собой не поделили, подумаешь, переехали, чувака. А здесь, на тебе, оказалось, что он был избран. Грей Кардинал, министр экономики, взятка 2 миллиона долларов. Да-да, экономики, точно. Он был министром экономики. Улюкаев. Сидит, по-моему, до сих пор. Сидит, по-моему, до сих пор.